Сегодня у нас с вами будет очередной разбор полетов. Сегодня будем смотреть на марку Reluie. И я расскажу вам, что в этой марке стоит вашего внимания, что абсолютно не стоит вашего внимания. В общем-то, все как всегда. И перед тем, как мы с вами приступим, если вы здесь впервые, конечно же, подписывайтесь на мой канал, становитесь частью нашего сообщества. У нас здесь все очень здорово и классно, поэтому присоединяйтесь к нам. И еще одна вещь на повестке дня, это вот этот вот фон. Я впервые снимаю на таком фоне. А я его недавно купила. И у меня всегда в голове вот такой вот белоснежный фон ассоциировался с чем-то суперпрофессиональным. Вот всегда, когда в циклораме снимают, для меня это выглядело всегда настолько классно. И я вот всегда мечтала вот такой вот белоснежный фон себе заиметь. Но вот я сейчас сижу на этом белоснежном фоне и не могу понять, то ли это классно и профессионально, то ли это слишком стильно вообще для вот такого формата блога. Поэтому я вам, наверное, оставлю здесь опрос где-то вот под буковочкой I. И мне вот интересно, вот не поленитесь, вот сейчас вот нажмите, проголосуйте. Нравится вам вот такой вот стерильный белый фон? Потому что на нем у него есть свои плюсы. Вот, например, если я что-то демонстрирую, прям очень классно на его фоне видно. Если здесь какой-то цвет, то он перебивает то, что я показываю в основном. И лучше это показывать потом уже в предметке. Ладно, у нас с вами сегодня много о чем есть поговорить, поэтому погнали! Как обычно в таких разборах полета я начинаю с того, что вообще мне очень сильно понравилось, что является моим фаворитом. И заканчиваю все хуже и хуже и хуже. В общем-то спускаемся на дно. Из того, что мне очень нравится и что я постоянно использую в последних своих видео, это тушь, которая называется Big and Bigger Lashes. Потрясающая тушь. В этой туши мне нравится все. В первую очередь хочу отметить обалденно удобную кисточку. Это тоненькая вот такая вот силиконовая кисточка. Мне очень удобно прокрашивать ее ресницы. Абсолютно никаких проблем ни с нижними, ни с верхними ресницами я с ней не имею. Практически никогда не заляпываю века. То есть действительно какая-то щеточка здесь очень эргономичная. Особенно это касается небольших глаз, небольших ресниц. Вот для них эта тушь, мне кажется, творит чудеса. Что мне особенно понравилось в этой туши, это то, что она работает с первого же дня. Некоторые туши бывают нужно раскрашивать, ждать пока она чуть подсохнет. Вот эта же работает с первого дня. И с первого по последний день она работает одинаково. Она не загустевает там к середине своей жизни или к концу своей жизни. То есть вот сколько я ей пользуюсь, она вот очень стабильный результат выдает постоянно. Еще один продукт, который я просто обожаю, тоже пользуюсь им ежедневно сейчас. Это гель для бровей. Называется он оттеночный гель для бровей Fix & Color. У меня это оттенок номер 3. Он мне подходит сейчас идеально. Единственный минус этого геля для бровей, это его достаточно большая все-таки щеточка. Потому что у меня брови, слава богу, хорошие. Поэтому как бы для меня это вполне нормально по размеру. Но для тех, у кого брови свои не очень хорошие, кому нужно много добавлять карандашом или там помадкой, для вас эта щеточка может показаться слишком большой. Я очень люблю этим гелем укладывать свои брови вот спереди вверх, а потом по росту их укладывать, своему естественному. И таким образом у меня брови получаются какие-то более пышные. Еще мне очень понравилась вот такая вот пудра в шариках. Она называется пудра в шариках Silk Touch. Если очень коротко объяснить, то это сатиновая пудра для закрепления макияжа. Мне она очень понравилась. Вот она действительно создает такое вот легкое сияние, легкий такой софт-блюр по всему лицу. Я ее могу использовать абсолютно на все лицо, не только на зоны, куда я наношу хайлайтер. И после нее кожа такая вот именно как естественный глоу какой-то приобретает. Очень красиво выглядит. Вот так вот именно более холеной выглядит кожа с ней. Единственное, что мне не очень понравилось в этой пудре, это ее запах. Потому что запах здесь такой вот стандартный советский. Вот скажем так, советская косметика. Вот так вот пахла вся. Но знаете, запахи это очень индивидуальная вещь. Потому что я когда красила свою маму, я открыла эту пудру, решила на ней попробовать эту пудру. И она ее унюхала, такая, ой да, вкусно пахнет. А я такая, типа, что? Если вы в бюджетном сегменте искали что-то такое, что может заменить вам метеоритой, то, как вариант, можете попробовать эту пудру. Давайте теперь с вами рассмотрим линейку Pro. Здесь у меня есть скульптор и хайлайтер. Начнем, наверное, со скульптора. Скульптор действительно очень холодный. Он сейчас выпускается, по-моему, только в этом вот одном единственном оттенке. Тон первый универсальный. И это не бронзер, это действительно скульптор для того, чтобы создавать тени на лице. Скульптором, конечно, там не машут огромной кистью по всему лицу, как бронзером. Он наносится очень стратегически для того, чтобы создать тени там, где это нужно. И в плане вот такого вот именно затемнения, в плане создания тени, оттенок очень удачный. Вот я им сколько не пользовалась, мне нравится результат, который он создает. Что касается хайлайтера, то здесь он выпускается в нескольких оттенках. И у меня это оттенок тоже первый Pearl. Он по виду такой вот как оттенок шампанского с легкой розовинкой. Но на самом деле передается достаточно светлым. Вот сейчас он у меня на скулах, под бровью тоже у меня этот оттенок. В принципе, неплохо. Опять-таки, если рассматривать его цену, то очень неплохой хайлайтер. Действительно, очень насыщенный металлический. Это совершенно не деликатная формула, которая вот просто вот такой легкий намек на свечение создает. Вот здесь скорее вам нужно обратиться вот к этой пудре, если вам нужен такой эффект. Если его на скорую руку вот так вот накидать на скулу, то он может подчеркнуть текстуру кожи и может показаться, что он лег вот такой вот полосой. С ним нужно работать, знаете, как с минеральным хайлайтером. То есть вот так вот его втирать в кожу. И чем больше вы его втираете, тем лучше результат у вас в итоге получается. Еще из линейки Pro у меня есть два оттенка теней. У меня есть матовая формула и металлическая. Матовая формула очень даже неплохая. Здесь оттенок очень уникальный. У меня этот оттенок номер 16 называется Shark Skin. Это очень-очень-очень холодный оттенок теней. Если честно, вот я вот такой вот оттенок уже давным-давно не встречала на рынке, потому что сейчас повальное большинство всех релизов это только исключительно теплые оттенки. Сейчас они на пике популярности. Естественно, все компании стараются выпускать только теплые оттенки. Вот это прям такое, вы знаете, я увидела и аж так, ой, я забыла, что такие оттенки вообще существуют. Вот этот оттенок можно использовать только исключительно в таком вот очень холодном макияже. Вот в таких вот растушевках он смотрится красиво. В остальных растушевках нет, он начинает превращаться в грязь. Металлики, откровенно говоря, слабые. По крайней мере, именно этот оттенок, который у меня есть, это Tone 54 Amber. Очень-очень слабый оттенок, какой-то пыльный, не очень хорошо переносится. Те же тени Colourpop, вот там вот действительно насыщенные металлики. Или даже если взять пигменты рассыпчатые, то вы получите намного больше металлик, нежели вот это. Кто вообще помнит моду на цветные туши? Я, например, помню, в 90-е цветные туши, это вообще был тоже бум огромный. И у меня есть зеленая тушь из линейки Маскарад. Я всегда использую такие туши для каких-то определенных спецэффектов. Например, у меня зеленые глаза, и если я делаю зелеными тенями растушевку внизу, я могу прокрасить нижние ресницы зеленой тушью, и тогда мои глаза выглядят супер зелеными. Основа подтений из линейки Colour Designer очень-очень-очень липкая. То есть вот эта основа подтений лучше всего подойдет, если у вас очень жирные веки. Вот если вы сталкиваетесь с тем, что тени у вас скатываются очень быстро, тогда можете попробовать вот эту. Вообще для супер жирных век работает идеально только одна единственная база, это NARS Smudge Proof Eyeshadow Base. Вот она действительно спасает супер жирные веки. И если вам нужно что-то в бюджетной линейке, попробуйте вот это. Потому что эта база очень липкая, и она очень иссушающая, если можно так сказать. Для себя я не могу пользоваться этой базой, потому что как только я ее наношу, я сразу чувствую стянутость век, и мне потом абсолютно некомфортно, и тени потом у меня выглядят такие, знаете, веки у меня немножко сморщенные с ней выглядят. Но в то же время я ее использовала как базу под пигмент, и я сейчас говорю о видео там, где мы с Никитой вместе были, там, где мы отвечали на ваши вопросы об отношениях. Вот там вот этот вот пигмент, насыщенный с такими крупными блестками, я наносила на вот эту базу. И из-за того, что она такая липкая, она отлично вот зацепила вот эти блестки, и они потом у меня не осыпались по всему лицу. Помады Рилуи. Здесь вообще ничего особенного, честно говоря. Они недорогие, и вот они недорогие по ценнику, и недорогие на вид. Вот все, что я могу о них сказать. Помада из серии Lamea Italia. У нее прикольная упаковка, но на самом деле такая упаковка есть и у Faberlic. У меня вот этот оттенок номер 3. Это очень такой вот прям вот розовый барби оттенок, ну абсолютно неактуальный сейчас. Вот эта из линейки Alta Moda, вообще она как бы матовая. В моих глазах она более обычная такая кремовая помада. Оттенок номер 15, да, симпатичный, красивый, такой вот более рубиновый красный оттенок. Неплохой цвет. Здесь как бы ничего плохого сказать не могу. Ну, как бы эти помады меня ничем не удивили, не впечатлили. Поэтому здесь как восторга нет, так и какого-то отвращения у меня тоже нет. Не понравился тоже тинт для губ. Вообще я в принципе такие продукты не люблю. У меня губы сами по себе, наверное, во-первых, не настолько красивые, чтобы тинты на них красиво смотрелись. А во-вторых, у меня часто они бывают какие-то обветренные, где-то какие-то шелушения. И если у вас в таком состоянии губы, то тинты это просто самое ужасное, что вы можете выбрать для ваших губ. Потому что тинты всегда очень сильно цепляются за любые шелушения, за любые сухие участки. И это выглядит просто катастрофически. Поэтому тинты я для себя вообще никогда не беру, никогда ими не пользуюсь. И в принципе никому их не советую. Тинт можно использовать тоже как бы на щеках, не только на губах. И как бы сделать такой монохромный макияж. Если вы любите тинты, то этот вам вполне может понравиться. Ничего как бы отвратительного по сравнению с другими брендами, которые выпускают тинты, я здесь не увидела. Ну что ж, мы с вами подобрались почти к самому концу и на закусочку. Здесь такая вишенка на торте. Это самый ужасный продукт из всего, что я пробовала в Рилуи. Эта помада металлическая. Значит, она называется Heavy Metal. Эта помада мне абсолютно не понравилась. Вот просто абсолютно не понравилась. Металлическая формула вообще очень тяжело заходит на рынок. И как ее модными тенденциями не пытаются насадить, все равно эта формула не заходит. Она не нравится людям. И у меня сейчас есть несколько металлических помад, которые действительно классные. Я их обожаю и я чуть попозже о них расскажу. Сейчас не об этом, но вот это, это просто, я даже не знаю с чего начать. Во-первых, у нее текстура очень жидкая. Вот просто очень жидкая. Такое впечатление, что я воду начинаю возить по своим губам. Из-за этого она плешивит. То есть местами она наносится достаточно плотно, местами она наносится ужасно плешиво. Во-вторых, оттенок. Я не знаю, может быть у меня такое субъективное мнение, но мне кажется, что этот оттенок любого человека сделает на вид как бабушку такую, знаете, не первой свежести. В-третьих, это то, что эта помада ужасно потом склеивает губы. И я вам это покажу, когда я наношу эту помаду на губы. Вы увидите, как сильно она склеивает губы. Просто отвратительное ощущение от нее. И в-четвертых, вот конкретно на эту помаду у меня почему-то какая-то индивидуальная непереносимость. Потому что она мне буквально через несколько минут начинает очень сильно щипать губы. И до такой степени, что мне хочется ее сразу быстро содрать со своих губ. Поэтому релиз сори, но для меня это по моему мнению полностью мимо. На этом у меня в принципе все, но не спешите уходить. Обязательно напишите в комментариях, что из этой марки вы любите. Что прям считаете огромным мастхевом и почему вы это любите. А также мне, конечно же, интересует, что в этой марке не стоит покупать. Что вам не понравилось. И опять-таки напишите почему. Я думаю, что остальным зрителям тоже будет интересно услышать не только мое мнение, но и ваше. А на этом я буду вас оставлять. Снова напомню, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать вот здесь. Я вам здесь, наверное, оставлю видео с разбором полетов по другим маркам. Что там стоит покупать, что не стоит покупать. То есть по тому же принципу сделаны и другие видео, но на другие марки. Поэтому, если вы эти видео не видели, обязательно посмотрите. А если видели, то мы с вами увидимся тогда в новых моих видео.